Бухарест охватили многотысячные акции протеста. Румыны обвиняют власть в коррупции и требуют отставок. Демонстрации переросли в беспорядки. Полиция начала жестоко разгонять митингующих. Пострадали 450 человек. Чем все закончилось в нашем следующем материале. Больше четырех сотен раненых разбитые в витрины улицы в дыму. Так сегодня ночью закончились массовые протесты в румынской столице. По разным данным от 80 до 110 тысяч человек вышли на главную площадь Бухареста и потребовали отставки правительства. Многотысячные протесты организовали румынские трудовые мигранты. К ним присоединились другие жители страны. Люди обвиняют правительство в коррупции и требуют досрочных выборов. Румыны недовольны, что правящую социал-демократическую партию возглавляет приговоренный к тюремному сроку политик. Ливию Драгни осудили за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением. Люди также критикуют увольнение антикоррупционного прокурора Лауры Кёвеши. Ее называли одним из самых непримиримых борцов с коррупцией в стране. Мы хотим показать, что заботимся о Румынии. Я покинул страну более 23 лет назад. Строил будущее за пределами родины. Но хочу вернуться. Хочу, чтобы мои дети здесь росли. Мы должны поменять политиков, которые возглавляют страну и все то, что они делают. Они издеваются над нами, нашими детьми и родителями. Мы должны наконец-то проснуться. Ближе к вечеру мирные протесты переросли в беспорядки. Демонстранты попытались прорвать полицейский заслон возле главного правительственного здания. А правоохранители начали вытеснять людей с площади. В ход пошли водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ответ протестующие бросали бутылки и камни. По словам полиции, к митингующим присоединились агрессивные футбольные фанаты. Правоохранители задержали 33 протестующих. В результате столкновений травмы разной тяжести получили 450 человек. И демонстрантов, так и полицейских. Жесткое поведение полиции осудил президент Румынии Клаус Иоханнис. Он публично потребовал немедленных объяснений от главы МВД. А представители правящей коалиции заявили, что демонстрантов подкупили организаторы протестов. Министр по делам ЕС Виктор Негреску призвал румын-мигрантов возвращаться на родину.